Здравствуйте! Попала мне в руки сумка Тактика от компании Сплав и решил я сделать на неё обзор, пользуясь случаем. Давайте начнём с бирки. Посмотрим, что да как у нас. Так, на бирке у нас название, тактика, причём латиницей почему-то. Указан цвет. Сумка существует в нескольких цветовых решениях. Олива, кстати говоря. А это олива. Цвет, конечно, не совсем точно передаётся на камеры, но, я думаю, что-то вроде этого. Олива, как по мне, очень интересный цвет. В реальности она смотрится гораздо интереснее, чем на фотографиях. Указан материал. Полистер 100%. Ну, честно говоря, это обычный материал для этой компании. У меня были изделия из этого материала. Не могу сказать, что они круче кордуры. Нет, конечно. Они кордуре уступают. И довольно сильно. В настоящей смысле кордуре. Но, с другой стороны, для обычной деятельности они подходят. Для обычной жизни, для обычного человека они вполне подходят. Год, два, три изделия служат без проблем. Но потом они просто надоедают. Теряют свой внешний вид. Но вот такого, чтобы до дырек истереться, у меня не было. Поэтому, в принципе, нормальный материал для своих целей. Не для экстрима, конечно. Дальше из важной информации указано, что фурнитура используется не какая-либо, а дюрафлекс фирменная. Ну, возможно, возможно. Кроме этого, на сайте указано, что здесь молнии тоже не простые, а тоже фирменные от компании Yuki K. Но, к сожалению, на молниях никакой маркировки нет. Поэтому остаётся только верить на слово. Но молнии, кстати, неплохие, потому что они двойные. И в этом уже большой их плюс. Что касается размеров данной сумки, то давайте посмотрим относительные размеры относительно моего 8-дюймового планшета. Вот сумка, вот 8-дюймовый планшет. Как видите, без проблем сюда влезет и гораздо более крупный планшет. Думаю, что и 11-дюймов сюда спокойно влезет. Ладно. Теперь давайте более подробно рассмотрим, из чего состоит сумка. Начнём с этого внешнего органайзера. Он действительно внешний. Он крепится на молли-стропах. В этом органайзере два входа. С внешней стороны вот такой вот небольшой кармашек. Реально небольшой. Но основной объём он всё-таки покрупнее будет. И здесь внутри есть ещё, помимо всего прочего, осетчатый кармашек на резинке. По размерам 5-дюймовый телефон. Спокойно влезает с большим запасом. Так, дальше. Ещё один карман. На этот раз он уже является частью сумки. Его не снимешь, да? Причём, что интересно, на внешней стороне этого кармана есть волкро-панель. И здесь в качестве патча логотип компании. Интересное решение, потому что всегда можно сделать его вот так. Да? И что-нибудь более интересное прикрепить сюда. Ну да ладно. Кармашек простой на самом деле. Открываем. Вот и всё. Но, плюс кармашка, здесь пенка. Хороший плотный слой пенки. По поводу размеров этого кармашка. Ну, как видите, 5-дюймовый телефон сюда не влезает даже. Кармашек действительно маленький. И это минус. Ладно, идём дальше. Дальше, с нижней стороны, по бокам есть тоже два кармашка. Тоже небольших. И тоже с пенкой. А, причём они абсолютно одинаковые. Ну, давайте откроем один из них. Вот так это всё выглядит. Да? По поводу размеров давайте посмотрим. И опять-таки, 5-дюймовый телефон сюда не влезает. Обидно. Почему-то они делают свои кармашки слишком маленькими. Хотя, было бы здорово, если бы они рассчитывали на размеры современных телефонов. С другого бока, такой же абсолютно карман. Опять-таки, повторюсь, он с нижней стороны защищён плёнкой. Ой, плёнкой. Пенкой. Да? Тут такой хороший слой пенки. Это плюс. А его размеры, это всё-таки минус. Ну, возможно, под какую-то рацию или ещё под что-то он подойдёт. Но современные телефоны 5 дюймов сюда уже не влезают. А более крупные тем более. Очень жалко. Основной объём закрыт вот таким вот способом. Да? Здесь две стропы на фастексах. Очень странное решение на самом деле. С одной стороны, вор сюда не залезет, конечно. Это защита дополнительная и всё такое. Но с другой стороны, пользоваться очень неудобно. Ладно. Отстёгиваем фастексы. Открываем доступ в основное отделение. Здесь, как видите, две молнии. Соответственно, два отделения. Первое отделение. Оно вот такое вот. Очень интересное. И, я бы сказал, очень не понравилось. Да? Это, по сути, большой органайзер. Здесь несколько кармашков. Да? На задней стороне. Раз. Два. Три. На всю глубину. И, кроме этого, вот два таких кармашка. Это кармашки под ручки, под карандаши и под что-то такое продолговатое. А, стилусы, например, под некоторые фонарики тоже подойдёт. С другой стороны, кармашков нету, да? Очень интересное отделение. Закрою, чтобы не мешалось. Как по мне, идея очень хорошая. Второе отделение больше. Да? И оно, в принципе, занимает основной объём сумки. Заметьте, что во второе отделение, хотя оно и больше, но вход почему-то они сделали очень узким. Реально очень узкий вход. Да? Плохо. Как по мне, это очень плохо. Так. Здесь, с внутренней стороны, как видите, есть велкро панель большая. Сумка тактическая, рассчитанная на ношение оружия. И на крепление оружия на велкро панель. Соответственно. Кому это надо, конечно. Кроме этого, размер этого отделения можно сильно увеличить, если распустить молнию сзади. Да? Смотрите, какая система. Да? Так. Мешает немножко. И вуаля! Объём сумки примерно в два раза увеличивается. Это именно вот этот большой кармашек. Так. Где фонарик? Да? Объём сумки очень сильно увеличился. Но, с другой стороны, сумка стала почти квадратной. Насколько это удобно в ношении, я не уверен, если честно. Сумка становится почти квадратной по всем, так сказать, плоскостям. Закрываем, чтобы не мешалось. Так, есть ещё потайной карман. Да? Смотрите, как он реализован. Этот кармашек прикрыт... Прошу прощения. Этот карман прикрыт специальной планкой. Да? Открываем. И вот он, потайной карман. Он на всю глубину сумки. Другое дело, что в него очень трудно влезать. Да? Это да, есть такое. Но, на то он и потайной. Здесь же есть два Д-кольца. Если вам надо какое-то дополнительное крепление, или вы что-то придумали другое, помимо стандартного ношения на ремне, ремень здесь довольно широкий. В принципе, ну, стандартный для сплава, по сути. Они такие ремни используют часто. Причём, ремень легко регулируется на любые размеры. Да? Тут большой запас есть. Хотел бы ещё показать, как здесь устроено дно. Дно здесь тонкое, в один слой на самом деле. Что не очень хорошо. Но, с другой стороны, вот эти стропы, которые в других случаях мешают, в этом случае они как раз уместны. Они защищают дно сумки от износа. Это, конечно, вот поэтому я бы эти стропы не выкидывал, не отрезал бы. Ну, на этом, пожалуй, всё, что я хотел бы вам показать, рассказать. В принципе, если кому-то нравится такой дизайн, брать можно. Единственное, я не советую в сплаве заказывать онлайн их сумки. Всё-таки лучше брать их в оффлайновых магазинах и сразу же, не отходя от кассы, проверять. Проверяйте, в первую очередь, швы. Бывает, что они косячат. Бывают очень косячные швы на изделиях. Поэтому в онлайне не советую заказывать. Берите в оффлайновых магазинах и сразу же их проверяйте, не отходя от кассы. На этом, пожалуй, всё. Спасибо за внимание. До свидания. До свидания. Продолжение следует...